Алексей, привет. Добрый день. После нашего эфира хотел с тобой отдельно поговорить, что делает в плане «Стивана» и компании «Бизон». Первое, что у меня возникает, здесь вопрос. Компания больше известна как «Штвендер» штрафационной безопасности. Зачем вы в сетевую эту тему пошли и занялись штрафоводкой «Стивана»? Зачем вам это понадобилось? «Бизон» — это действительно компания, которое с самого своего основания занимается кибербезопасностью. Мы при этом стремимся не быть вендором какого-то одного продукта, мы стремимся дать большой портфель решений нашим заказчикам и даже более того, не совсем даже портфель, а некую экосистему взаимосвязанных сервисов. Что это означает? Предположим, есть у вас компьютер, который, по-моему, маловарь. То есть хорошо, если там есть какой-то endpoint detection response решение, которое выявило какую-то активность и условно создало инцидент. Но намного лучше, если по результатам этого инцидента случился какой-то автоматизированный респонс, который пошел и изолировал эту тачку в сети. Соответственно, есть много доменов кибербезопасности, и «Бизон» в какой-то момент уже достаточно большую часть этих доменов закрывал. Ну, например, такие домены, как penetration testing, red teaming, vulnerability assessment, сканирование периметра, защита электронной почты развивалась уже активно, защита веб-приложений. Но было понятно, что есть такой ключевой домен в Defense, который называется «Защита периметра», который был не закрыт. А заказчикам это реально надо, и мы понимали, что для того, чтобы закрыть периметр сети организации, необходимо сделать сетевое решение. Ну, вот как бы с этого и началось. Но вы его делали именно сначально для продажи как продукта, или больше для себя, для своих сервисов? Потому что вам же, как компанию одного из лидеров, что слуг по предоставлению, что аутсорсинга и беда, вам тоже это нужно? Да, мы понимали, что нам продукт потребуется, чтобы закрыть обе эти ниши, потому что у нас есть, предположим, внутренний заказчик наш, это наш security operation center, которому нужно, например, дотянуть события из какой-то площадки заказчика куда-то к нам. Ну и вполне себе задача для SD1 это осуществить как раз доставку этих событий к нам. Но при этом мы прекрасно понимали, что продукт будет интересен так и внешнему потребителю не менее, чем он интересен внутри. Хорошо, вот вы задумались о сетевом лишении, да? Почему все-таки SD1, да? То есть эта тема как-то вот прямо всплыла сама собой или это некий такой vision был, что вот это понадобится, да, и это перспективно очень, по мнению аналитиков, в том числе, если почитать, они говорят, что рост очень большой будет. Ну, начать надо с того, что команда, с которой мы начали разрабатывать продукты, изначально состояла из экспертов, которые в том числе имели большой опыт разработки сетевых решений и, кроме того, мы, в принципе, занимались работой с различными решениями, в том числе решениями SD1. Поэтому мы этот выбор делали абсолютно осознанно. Основные драйверы, какие у нас здесь были? Первое, мы понимали идею SD1 в какой-то централизации и для нас важно было, что мы можем централизовать управление сетью, централизовать управление безопасностью и основной интеллект, основную сложность решения перенести как раз в центр и как бы развивать именно эту часть решения. Ну, при этом оставляя, естественно, необходимый интеллект на площадках. Второй компонент, который нам заинтересовал в концепции SD1, это возможность реализации дополнительных сервисов как функций безопасности, то есть Virtual Network Function, виртуальных сетевых функций. И эта концепция, на самом деле, интересна и нам, как производителю и заказчику. Нам она интересна тем, что мы можем изолировать группы разработчиков, которые занимаются отдельными компонентами и тем самым обеспечить какую-то зону ответственности за части продукта. И заказчикам это тоже интересно тем, что он может использовать или не использовать виртуальные, отдельные виртуальные сетевые функции на оборудование, тем самым разгрузить процессор устройства от тех задач, которые ему не нужны, или, наоборот, эффективно его задействовать под те задачи, которые нужны. Хорошо. Есть такое мнение, что на рынке я не однократно слышал, что вот с технической точки зрения, что SD1 это вроде как смешивый экран и шлюз, только на другом уровне, может быть, абстракция-то работает, да, а на самом деле все это как бы было там уже давно и можно сделать без всяких вот этих новомодных вещей. Ну разве что там, может быть, еще и добавили централизованное управление, да. И согласен ты с таким мнением? И если нет, то чем все-таки это отличается? Ага, какая-то доля, правда, здесь, конечно, есть, потому что SD1 в принципе содержит внутри себя как криптографическую защиту. Некоторые решения обеспечивают межсетевое экранирование и, собственно, SD1 предполагает централизованное управление. Но все-таки, наверное, это далеко не единственный компонент, который есть у SD1, а SD1 сильно шире. И что важнее здесь, как мне кажется, это каким образом эти компоненты реализованы. Потому что, если мы посмотрим там, сравним, скажем, традиционное с КЗИ и SD1 решение, мы увидим, что задача маршрутизации трафика SD1 решается намного более эффективно. То есть тут есть интеллектуальные алгоритмы, которые в том числе работают с измерениями качества каналов. Они позволяют полноценно анализировать работоспособность любых каналов связи и, собственно, выполнять маршрутизацию с использованием большого количества критериев. Что касается тех же самых виртуальных сетей функций, о которых я говорил, SD1 — это гибкое решение, которое позволяет запускать те виртуальные сетевые функции, которые нужны. И на самом деле мы изучали, естественно, рынок, и мы видели, что на зарубежном рынке в корпоративных сетях начинает преобладать решение класса SD1. И мы видели, что внутри есть стремление заказчиков получить полноценную функциональность устройства, которое занимается криптографией. То есть получить внутри устройства, которое может шифровать трафик, полноценную сетевую функциональность и функциональность безопасности. Вы стерилизовали ГАСТовое шифрование, да, еще? А это для чего понадобилось? Для соблюдения требований регуляторов? Если да, то каких? На самом деле, ну, наверное, не секрет, что в мире принято криптографию регулировать. И Россия — это не исключение. В России есть законы, которые требуют реализации тех или иных сертифицированных средств криптографической информации в каких-то областях. Ну, какие-то области. На самом деле, их достаточно много. То есть есть банковский сектор, финансовый сектор, есть медицинские компании, есть страховые компании, энергетика. Ну, я даже не говорю уже о персональных данных. То есть, наверное, под закон о персональных данных попадают практически все компании, которые в России работают. И в каждом из этих секторов требуется в каких-то случаях использовать сертифицированные средства криптографической защиты. И мы, естественно, понимали, что если под законодательство подпадает большое число компаний, то, естественно, им потребуется каким-то образом эту задачу решать. А как они могут это решить? Либо взять, построить отдельно сеть и сбоку поставить, ну, какое-то из КЗ или иное решение, которое закроет нормативные требования, либо логично для них пытаться эти вещи совместить. Ну, чтобы это встроено уже было. Да, чтобы не думать о том, что вот у нас есть отдельная сеть, и как-то мы еще сбоку хотим прикрутить нормативку. Поэтому мы понимаем, что да, как бы нам нужно это сделать, и мы идем в сторону реализации с КЗ. Я могу даже пару слов рассказать, что мы для этого сделали. То есть мы, во-первых, мы в решении используем криптографический протокол WireGuard. Он изначально не подразумевает возможности изменения каких-то криптографических примитивов внутри себя. То есть там есть захардкожные алгоритмы, которые нужно использовать. Первое, что мы сделали, мы, собственно, расхардкодили эти алгоритмы и опубликовали реализацию WireGuard, которая поддерживает смену внутри себя криптографии, и конкретно мы заменили ее на Гастовую. Ну, эта реализация, соответственно, выложена на GitHub, можно ли с ней ознакомиться, посмотреть. При этом отдельной задачей было взаимоувязать и согласовать те алгоритмы, которые как бы изначально соответствуют исходным, но при этом могут быть использованы в сертифицированных СКЗИ. Соответственно, сейчас наше решение мы сертифицируем как СКЗИ по классам КЦ1 и КЦ3. А, вот сертификация все-таки будет, да? А что это будет? Именно как СКЗИ, да? Ну, по ФСБ мы ведем сертификацию как СКЗИ по классам КЦ1. В КЦ1 будут входить виртуалки, и то, что не имеет внутри себя АПМДЗ КЦ3, он требует АПМДЗ, поэтому это будет решение замком. Ну, естественно, только ПАК. Ну, кроме, на самом деле, СКЗИ мы еще, во-первых, мы находимся в реестре отечественной ПО, и, во-вторых, мы будем сертифицировать решение. Уже начали сертификацию в стековскую на мешочевой кран, и будем сертифицировать систему обнажения вторжений тоже по стеку. А вот что ты сказал про программно-аппаратный комплекс, да? То есть там не придется ли сейчас тоже для того, чтобы попасть в реестр Минпромторга, да, и как-то на отечественную элементную базу переходить? Есть ли здесь какие-то планы? Да, на самом деле сейчас не придется, да, но мы, тем не менее, в любом случае ведем активную РНД-деятельность, и стремимся использовать в каких-то из наших аппаратных платформах, в том числе отечественные процессоры. Мы уже работаем с двумя производителями процессоров в России, и это в любом случае активность, которой мы занимаемся и будем заниматься. Более того, мы в том числе работаем и с другими стычками элементной базы, чтобы просто повысить так называемый уровень доверия к нашим платформам. Я хотел утащить еще, что же на эфире ты об этом говорил. То есть, если я хочу, что вместе с SD-WAN можно получить еще определенное количество сервисов безопасности, да, мне их нужно в вашем случае отдельно покупать и ставить, или вы можете тоже поставить и сами, может обеспечить интеграцию какую-то с этими средствами, как это работает? Ну, это будет зависеть от сервиса. Какие-то сервисы мы уже имплиментировали внутри SD-WAN. То Firewall, что IPS. Firewall уже есть, скоро будет IPS, да. Их можно, ну, то есть, если IPS у вас пока не запущено на устройстве, можно будет просто его галочкой, что называется, дозагрузить и запустить. Для тех сервисов, которые мы имплиментируем позже, соответственно, они придут с обновлениями. Либо, если вам удобнее использовать их из облака, например, там, Web Application Firewall проще использовать из облака. Да, конечно. Ну, соответственно, в этом случае, скорее всего, вы будете использовать его из облака. А если я хочу использовать все эти сервисы, допустим, как услуги, там, что вы же можете тоже как сервис-провайдер их оказывать, я могу их также из, как бы, от вас их получить, да? В принципе, да. У нас модель поставки сервиса SD-WAN включает себя как вариант Cloud, где мы предоставляем систему управления со своей стороны и передаем виртуалке или оборудованной площадке. У нас есть вариант on-premise, когда можно все решение поставить. Да, это тогда получится вариант Cloud, да, и если организация что-то устраивает, то она что-то может по такому более легкому пути что-то пойти, там, заутсорсить, там, и что в облако систему управления, и плюс еще и функции безопасности там уже будут, да? Да. Хорошо, а какие планы вот по дальнейшему развитию этого продукта? Ты сказал, да, чтобы эти там IPS, что добавлять, что может быть там по функциональности еще что-то можно что-то анонсировать, потому что, если ты помнишь, значительная часть аудитории говорила, что функциональность с диванов не устраивает чем-то. Я думаю, для них это важно. Мне было бы интересно подискутировать с людьми, да, понять, что именно, не хватает, но по нам могу сказать, что мы сейчас развиваем VNF, наши security VNF, как количественно, то есть по числу наших VNF, так и качественно, то есть, да, мы добавляем какие-то функции в уже существующие VNF-ки. Сетевую составляющую мы как раз тоже активно развиваем, у нас появляются более инструктурные алгоритмы работы с трафиком. Мы, я уже сказал, работаем с аппаратными платформами, мы будем выпускать большее количество собственных платформ. Мы идем в сторону SACE, то есть у нас есть ряд квадратиков из тех, что необходимо для SACE, которые мы пока не закрываем. Мы идем в сторону того, чтобы их закрыть. Ну и, что, наверное, важно, мы действительно слушаем наших заказчиков и порой можем поменять наши родмапы под те задачи, которые вот прямо сейчас у заказчика возникли. Да, а какой самый простой вариант попробовать пилотировать SACE-1 от компании Bizon? Ну, то есть, я думаю, что вариант из облака более простой бы был, да? Да. Как лучше это сделать тогда, да? Ну, действительно, вариант из облака самый простой. Мы предоставляем доступ к нашей лаборатории, где уже есть и система управления, и набор коробок. Но этот вариант, на самом деле, для многих компаний неприменим, потому что многие хотят прям попробовать на больших расстояниях и в какой-то своей инфраструктуре, в своей семье. Когда им уже мало увидеть, что какой-то песочница, как это работает. Да, то есть, это, естественно, хорошо работает в песочнице, и все хотят проверить работу именно в рамках своей инфраструктуры. И тут тоже есть два варианта. Мы можем оставить систему управления у себя и предоставить виртуалки или коробки, и тогда вот из нашей системы управления можно по этим поуправлять. Либо уже организовать такой полноценный пилот с передачей системы управления. Ну, как бы мы тут помогаем, естественно, в том числе ее размещать. Хорошо, Алексей, большое спасибо за интересное интервью. Я думаю, что нашим зрителям было интересно узнать, что все-таки делает компания Bizon в части SD-1. Потому что я до сегодняшнего эфира, честно говоря, практически вообще не знал, что такое есть. То есть я знал, что у Bizon это часть платформы, но я не знал, что это есть как отдельный продукт. От тебя я узнал, что очень много нового. Я думаю, что наши зрители так же с интересом это послушали. Спасибо тебе. Спасибо тебе за ИСИР, было интересно пообщаться с коллегами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!